Как мы видим, мы находимся на территории рекреационной зоны. По генеральному плану, эта территория все относится к рекреационной зоне, то есть территории отдыха, так называемая. Далее мы видим строительство и краны здесь. Участок отмежован, каким образом и как это было переведено, и когда был получен документ разрешения на строительство. Для зрителей поясним, что данный земельный участок располагается по улице Степной между лицеем номер один и каналом имени Алексеевского. Ранее он носил рекреационный вид территориальной зоны в населенном пункте, сосав который включаются земельные участки, занятые городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, которые используются для отдыха и туризма. Наши коллеги из газеты «Суть» еще в мае этого года обращали внимание на стройку, ведущуюся в центре города. Еще в мае, в начале мая, где-то в конце апреля, начали в жалобную книгу, да и просто так звонить. Читатели газеты жаловались на то, что там, в общем, на берегу Саратовского канала началось какое-то внезапное строительство. Причем забор такой глухой и непонятно, что там происходит. Но, в общем-то, звуки говорят о том, что там происходит забивание свай под какое-то строительство. Действительно забивают сваи, причем забивают сваи в огромном количестве. И в кулуарной беседе, не под запись, работяги, которые, в общем-то, скорее всего, не первый подобный объект ведут, и достаточно большой опыт у них. И они говорят, что все говорит о том, что здесь будут строиться два многоэтажных дома. Там какие-то даже подробности, чуть ли не 80-этажные одноподъездные дома. Поэтому начали мы пытаться брать комментарии. Позвонили мы генеральному директору компании Балакова спецстрой, господину Васильеву. Он, в общем-то, совершенно спокойно, на голубом глазу нам рассказал о том, что да, действительно, земля не предназначена для многоэтажного жилого строительства. И поэтому они там строят, вот я сейчас вам скажу. Он пишет, земля возле ирригационного канала взята нами в аренду, разрешение на строительство получено. И далее он говорит, что мы там строим не дома. Строительство жилых домов в нынешних условиях это довольно рискованное занятие. Поэтому это будет база отдыха. Два одноэтажных здания в кирпичном исполнении. Проектные сроки сдачи объекта конец 2018 года. То есть будет место для отдыха на берегу канала. Налицо было какое-то противоречие. И спустя какое-то время появились слухи, что некоторые компании по торговле недвижимостью уже якобы получили такое, в общем-то, на словах предложение ввести уже рекламную кампанию по продаже, в общем-то, квартир в будущих домах многоэтажных. И действительно, строительство идет полным ходом с мая месяца. Только есть один нюанс. Смена целевого назначения земельного участка, зона рекреации на многоэтажную жилую застройку должна проходить через обязательные публичные слушания. Они, правда, и были проведены, но 12 октября этого года, то есть меньше месяца назад. Результаты слушаний опубликованы 19 октября в газете «Балаковские вести». А через неделю после этого прошли еще одни слушания по поводу проекта застройки данной территории. И база отдыха, состоящая из двух одноэтажных зданий, превратилась в многоэтажную жилую застройку, в которой запланировано четыре восьмиэтажных дома. Работы проводит «Балакова Спецстрой». Совет депутатов города Балакова принял итоги данных слушаний. И на свет появилось постановление от 1 ноября, утверждающее данное право. С момента его публикации прошло семь положенных дней. А это значит, что оно вступило в силу. Что же получается в сухом остатке? Стройка именно жилых домов разрешена с 8 ноября. А на месте красуются уже даже не фундаменты, а два – строящихся здания. Такой скорости строительства позавидуют даже олимпийские объекты. Надо отметить, что редакция Балаковского репортера не выступает против данного строительства. Многоэтажные жилые дома нужны городу. Но давайте представим, что на месте этого крупного застройщика оказался обычный частник, который нарушил все сроки, начал самовольное строительство где-нибудь в детском парке. Как вы думаете, сколько бы простоял такой жилой домик? И сколько административных штрафов получил бы такой строитель? Вопрос остается открытым.